Как добавить аудиофайл в Source Engine 2? Данная версия движка поддерживает следующие аудиоформаты. Однако, внутриигровым является он. На примере Half-Life Alyx мы продемонстрируем, как же просто конвертировать аудиофайлы. В корне игры есть две папки – Content и Game. В первой лежит сырой контент, не скомпилированные игровые уровни, заготовки будущих 3D-моделей, текстур и звуков. Внутри вашего мода в папке Sound создайте новую и разместите в ней аудиофайл. Всё, что вам остаётся, это открыть браузер контента, найти аудио по имени и прослушать его. Спасибо нашим спонсорам на Boosty. Вы мужики. После чего vcndc файл будет создан уже в директории Game. В случае, если файлов у вас сотни или даже тысячи, можно их просто выделить, правый крик мыши, перекомпилировать всё разом. Если вы просто заменяете своими файлами уже существующие в игре, то всё будет работать. Но если это файлы с новыми именами, придётся ещё поработать. Всё устроено так, что новые звуковые файлы должны быть вписаны в Sound Events. Его можно воспринимать как саундскейп из Source Engine. А кроме этого файла есть ещё ресурс манифест. Его можно ассоциировать в голове с саундскейп манифестом. В нём хранится список ваших саунд-ивентов. Если их будет несколько, вы можете изменить имя у саунд-ивент, но не забудьте это отметить в манифесте потом. Итак, нужно добавить свои аудио в саунд-ивент. Самый короткий путь – это скопировать часть содержимого из шаблонного файла вот тут. Затем вставить, указав сюда свой путь и имя файла. Выше указывается тег, по которому ваш файл будет находиться в редакторе Хабер. Для простейшего аудио этого будет достаточно. Единственное неудобство – каждый ваш последующий файл придётся вручную вот так добавлять. Когда дело сделано, остаётся только запустить аддон. И скомпилировать саунд-ивент-файл. При каждом запуске инструментария вам придётся нажимать на этот файл, чтобы ваши файлы были видны в Хаммере. Теперь аудио можно использовать в игре. В S-Box добавление аудио реализовано куда проще. Вы оставляете файл в папке Sounds. Затем конвертируете его в VCND и в один клик создаёте ваш саунд-ивент, который также быстро можно отредактировать без всяких текстовых редакторов. Очень хочется верить в то, что в CS2 добавление звука не будет являться болью в заднице, как в Half-Life Alyx. Всё, удачи, тамодачи! Субтитры подогнал «Симон»!